Добрый день, я Сэмми Катвани, портной, и самое главное, я Бихстер. Добрый день, я Сэмми Катвани, портной, и самое главное, я Сэмми Катвани, портной, и самое главное, я Бихстер. Я все из родился на текстильной кани, я тогда понял, я должен помогать своей семье, я пошел научиться текстильным инженером, я хотел открывать свой завод, меня приглашали на семейные работы, на партнер. Успешно, любой человек будет успешным, когда он понимает, какой-то срок нужно. Индийские мудрости есть, завтра ничего не получается, надо работать, я работал почти семь дней, каждый день я работал без выходной. Почему я люблю эту работу? Я сегодня шесть дней работаю, и воскресенье только на какой-то встрече есть, я обязательно буду на работе. Успех есть, когда вы работаете, и надо считать, как это верим. Весь первый класс, десятый класс не пойдет. Вам нужно 10 лет, я пойду на десятый класс. Вот так мы успешны. Я понимаю, завтра будет успешно, надо работать сегодня. До выхода на российский рынок главный офис семейного бизнеса Котвани располагался в Гонконге. Клиентами ателье были дипломаты и сотрудники посольств, работавшие в Африке. В 1989 году Сэмми и Котвани советуют отправиться в Москву, где дипломатическая элита мира налаживает связи с Советским Союзом. Самый чистый город – это Москва. Ладно, сейчас ремонт идет, я понимаю, но все равно самый красивый город, чистый город – это Москва. Я когда учился, я работал в Африке, Этопия, я работал там, и у меня было очень много клиентов из УМУН, это United Nations. И там мне сказали, что самый большой дипломат – это Москва. Надо приезжать в Москву. Я приехал в зиму, и первый раз я вижу сыник на улице, настоящий сыник вижу. И потом себе говорю, если 13 миллионов человек можно жить, я думаю, я тоже. И как я остался на Россию. В 1990 году индийский портной Сэмми Котвани прилетает в Москву со стартовым капиталом 300 долларов. СССР встречает 21-летнего иностранца перестройкой. Котвани не знает русского языка и не может поддержать разговор по понятиям. А между тем, заграничный бизнес по пошиву мужской одежды пытаются примерить на себя малиновые пиджаки. Я иностранцы, я много не понимал. Это секрет, как я остался здесь так долго. Мне сказали, надо заниматься своим бизнесом в 90-м году. Вам будет очень много приглашений, не надо смотреть, работать, осторожно. Не надо общаться с любой девушкой, которая говорится вместе с тобой. Я сразу спросил, почему. Меня сказали, что это КГБ. То есть я из 90-го до 95-го года, я никакой русской девушке прямо на глаз не видел. И плюс я могу говорить, я никакой, ни одну рубль никому не платил из 90-го года. Я первый раз, когда с мафией встретился, там был какой-то Олег. Они меня приглашали на щит-костюм. Смотрю, они на подвал, на помещение меня принес, там ремонт идет. Десять человек сидит там. Они что говорят, я не понимаю, я что говорю. К концу-концу Олег приходит, и они начали сообщать с меня. Я просил Олег, можно какой-то человек английский, они еще одну человек. Там 12 человек, я один там сижу. И они мне говорят, надо подавать контейнер на одежду. Они говорят, 10 контейнер продавать, одну тебе. К концу-концу они говорят, 5 продавать, 5 мне. Я говорю, слушай, 10, меня все равно, я ничего не могу продавать. Я партнер, ящу. Он меня просил, ты что будешь делать, ты русский-то не говоришь. Я говорю, если я буду разговаривать в российский язык, первые дела я буду подавать, я продаю тебе Кремлин. Он говорит, это мой друг. Так меня Олег остался самый близкий друг. И после 5 лет я увидел на телевидении и мобиле. До этого я не пугался. Это так я жил на России. Мы 100% российская компания. Я 27 лет живу, это Россия. Россия родилась на моих глазах. Я когда начался в 90-е годы, до 93-е годы я только работал вместе с дипломатами. У меня с этой иностранцей дипломат был наш клиент. В 98-е годы, когда был кризис, я потребовал почти 80% клиента. И я потом себе рассказал, я больше не буду счет на иностранцев. Я начал работать вместе, русский человек. И я градус сегодня, я очень довольный. У меня больше, чем 97% русских клиентов сегодня. Я больше популярен в Москве. В 2003 году Сэмми Котвани открывает салон-ателье в центре Москвы. Уверяет, что лучшая реклама в его деле – сарафанное радио. Он одевает глав государств, министров, политиков, глав крупных корпораций, деятелей культуры и спорта. Юсуп Кобзон, я начался в 98-е годы. Он говорит, я еврей, у меня есть одна жена и один партнер. Я уважаю господин Кобзон, это слава. Дмитрий Константинович Киселев, мы почти 24 года общаемся. Все клиенты классные. Мне классно, когда я его в третьем поколении одеваю. Когда дедушка, папа и сынок, никакой клиент не приходит через рекламу. У нас реклама вообще не помогает. Это моя одежда, кому я шел, они друг на друга разговариваются. И так я получаю. Я так одевал 8 президентов. Сам понимаешь, я никакого президента не могу позвонить и просить вам на костюм. Так не бывает. Моя работа видна. И через сарафанное радио они все одевают меня. И плюс, я вам одну вещь и говорю, меня ради бог, он миллиардер или миллионер, он меня не мешает. Все равно он меня не будет учиться, как надо шить. И я не пришел, но ему учиться, как надо заниматься в свой бизнес. Я политика очень далеко. Я не понимаю, я больше понимаю бизнесменов. Богатые, это очень интересно работать. Почему? Они не каприсные. Они понимают, что они хотят. И мне удобно это работать. Каприсный человек, кто не понимает. Это каприсный клиент. У нас костюм начался от 8-10 тысяч рублей. У нас только английский и итальянский конь есть. В последние годы, если что-то меняется, это качество кони. Кани легкие остались. Если в 90-е годы я шил кони, это были очень плотные кони. Сейчас такие плотные кони мы больше не ищем. Сейчас полто, кони тоже 300 граммовые. Раньше костюм было 500 граммов, сейчас полто на коне 300. Если что-то меняется последние 20 лет, это только весь кони. Остальное стиле это одноборно 2 или 3. Я сам инженер, текстильный инженер. Я сам портной, я сам крою, я сам закручусь. Я понимаю, какую ошибку могу делать, как есть. И плюс я сам размещу, снимаю на клиента. Это самый большой плюс. И вы понимаете, я всегда говорю, когда большая марка, они как-то пропускают свои вещи, я не знаю, для кого они пропускают. Там какой-то другой человек сидит, и он будет диктатироваться, что надо, мужчин должен надевать. Я это не согласен. Сами Катвани возглавляет индийский бизнес-альянс, работающий в Москве с 1993 года и представляющий собой ассоциацию индийских компаний. Приоритетное направление деятельности – развитие торговли и бизнеса между Индией и Россией. Много индийских лекарств очень известно. Раньше доктор Мом – это было индийское лекарство, которое Джонсон и Джонсон покупали два года назад. У нас есть очень много индийских лекарств, которое очень известно. Индийские специи очень интересны. Одно индус есть, кому уже 8 магазинов на Москве. Подаваются индийские специи. Потом Чарон. Чарон – это индийские фирмы, которые дают бриллиантовые, золотые. Там очень много индийских фирм, которые очень успешно работают на рынке. Все россияне, которые родились сейчас, они все индусы. Почему его родители только смотрели индийское кино? Соби как из родов Индии. Смотрит любой человек, когда ездит на Индии, он чувствует себя как дома. И он второй раз тоже хочет пойти там. Мы как россияне и индусы, там разницы вообще нет. Мы как почти одинаковые. Мы друг на друга лучше понимаем. Это близкий дружба есть. Даже в порядке исключения Сэмми Котвани не берется за пошив женских нарядов. Впрочем, он не исключает, что это направление в перспективе разовьет его дочь. Пока же императорский портной – это исключительно мужской семейный бизнес. Я женской модой не занимаюсь, то я не буду говорить по поводу этого. Индийское мудрость – это услуги. Мы индусы только понимаем услуги на работе. Понимаешь, мой салон все узнает, где можно настоящий индийский чайпит. Мы гашем козы клиент вместе с самцами. Это индийские пирожки, вегетранские. Мы считаем, что клиент – это как бог. И мы что будем дать на бога? Богу мы даем рис. Я больше, чем 60 тонн рис подарил на клиент. Каждый летом я даю манго, индийский ром. Это самый известный ром, старый монет. Они все получаются из меня. Вот так. И вы меня спросили еще интересный вопрос. Что индийская культура? Я буду говорить, что индийская культура – это моя семейная работа. Мы – братцы, все братцы вместе работаем. Сегодня у меня 5 филиалей из Москвы. Все филиалы – это мои двое родные братья. У меня 5 филиалей из международных. Это Украина, в Казахстане есть 3 филиал. Там все двое родные братья работают. Это как культура. Мы принесли все индийские семьи. А сложно семьей, кстати, работать? Очень легкие работают. Если он обманывает, он набрал деньги. Поехали одно братом на второе братом. Это очень удобно. Чем другой партнер вам обманывается, лучше свои братья обманываются. Сами Катвани приглашает. 12-13 августа. Москва. Парк Сокольники. День независимости Индии. 12-13 августа. У нас будет программ «День Индии». Это будет четвертый раз. И плюс это 70 лет индийская и российская дружба, дипломатизм. Это Independence Day. Последний год больше, чем 100 тысяч человек было. И это год, если пару лет у нас помогает, я думаю, больше, чем 300 тысяч человек будет. Мы всегда говорим, иногда вам нельзя ездить на шесть часов на самолёт, можно прийти на парк Сокольники и смотреть Индии. Это моя программа. Я организатор. Там работает Даша, это моя дочка. Она ивент-менеджер. Это полностью семейная работа обратно. И будет всё, как вам нужно. И интересно, у нас лотерия есть. Вы приходите и вы каждый билет, вы что покупаете. Вы получаете лотерию. И мы помогаем детям. Это лотерия для стрит-чилленд футбол. В 2018 году до World Cup, Мировой Кап футбол, это все дети без дома будут играть в футбол на Россию. Редактор субтитров А.Семкин